Привет! Сегодня мы с вами смотрим новый ролик Чака. Наша любимая рубрика. В этот раз они тестят стрёмные игрушки из маркетплейсов. Поехали! Барахло из телевизора. Постоянно такие заставки. А, нет, почему из телевизора? Из ящика. Из ящика, да, кстати. Стоп, в этот раз, получается, не из телевизора, а просто из ящика. Хотя, написано на ящике телевизора, потому что из маркетплейсов, а они как бы в интернете. Это же были стели, как заказывали всякие товары для Макса и всего остального фигнё. Ягодки. Подожди, сказали что-то, что вроде они вернули назад. Мы, может, временно вернули. Я не знаю. Сказали что-то, вроде, меняли в России, потому что мы в Беларуси, у меня как Wildberries назывался, так остался никакой дизайн. Но ягодки появились, ягодки появились. А ты видел? Да. Где? В интернете? Где-то. Ты просто скриншот видел? Ну да, скриншот видел. Ну, а я заходила в приложение мобильное. Ну, я в Беларуси, у меня ничего не менялось. Заходишь в детский раздел и получаешь ворох психотелического извращения. Зайка Аллило. Песенки-сказки волшебные. Аллило, песенки. Это вообще на Зайку так себе похоже. Уложу малыша спать. Она из тех самых любимых детских песенок 25 поучительных сказок и 20 веселых потешек. 20 песенок. 20 потешек. Потешки. Что за потешки? Что за потешки? Что такое? Читаю, угрожающе. Да, да, да. Я буду петь вам добрые и веселые песенки Шаинского. Прочитаю забавные стишки, расскажу интересные сказки голосами настоящих актрис. Дарьи, Карнышовой и Ольги Донец. А это кто? Ой, Катя, смешная штука. Блин. Я думаю, это же хватать легко было вот так вот. Ну да, да, да. Потешка. Она же играет? Нет. Вот. Ничего себе. Стоп, она говорит, что? Great? Да. Скажется. Very great. Стоп, я думала по-русски, будто адаптация. В смысле? Нормально потешки. Нормально потешки. В ягодке, так значит, Валберис переименовали, а потешки свои не переименовали? Да, это же фантастич. Серый. Грей. Грей. Здорово. Там, получается, карточки стоят с цветами, чтобы учить английский. Кабуша. Нет, стоят карточки с цветами, и тебе нужно ставить на эту карточку, короче, эту потешку, чтобы учить цвета. Видишь? Ты же в английский учить, да? Ну да. Виолетовый. Тупая. Видишь? Проверять. Черные. Опа. Дальтонизм у нее. Нормально. Оранжевый. Ну, старайся, старайся. Давай что-нибудь, поинтереснее давай что-нибудь, блин. У нее, получается, какой-то датчик, который, типа, определяет свет. Да. Но при этом он работает немного жопа шла. Глазок из жопы. Ну, потому что он сзади находится. Ну, я видела, понятно. Блин, ты его вчепиндрить-то, а? Во что бы его... Фиолетовый. Фиолетовая ладошка. Фиолетовая ладошка. Ну, правильно. Пу-пу. Так он же дезинформирует ребенка. Это что это такое? Ну, вот так вот. Занято. Для перехода к следующей записи, короткое нажатие на кнопку. Радуга! Цап! Я, ваш зайчик Алело, расскажу вам сказку. О боже. Варежка, жила-была на свете? Варенькая-варежка. Вот такая. Пи-пи-пи-пи-пи-пи! Класс! Класс! Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Пу-пу-пу-пу-пу! Пошла варешка через мостик! А как варешка? Пойдет? Поползла... Умирающая... в чем суть почему не животные почему их предметы гардероба главные герои сказки может это как мультик про варежку и про девочку может начало этой его истории есть такой мультик? про девочку и про варежку потеряла варежку? нет, она очень сильно хотела щенка и родители ни хрена не покупали она нашла варежку и превратилась в такого мохнатого вязаного щенка она с ним бегала а потом в итоге получилось так что папа с мамой на самом деле щенка купили она на ту варежку забила это чино грустило или что-то такое я помню у нее было пипецко грустно да, это ужас а ты не помнишь этот мультик? я помню он помнишь, что он был какой-то очень грустный мне не уверена, что я правильно пересказала потому что это было очень давно по-моему, это было что-то такого типа сюжета ругался услышал рак он снял с нее снял с нее просто я профессиональный актер с кем работаем с детьми понял что там шум моря? ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Тяжело, тяжело сломать. Тяжело, тяжело. Куда ты хочешь засунуть её? Я думаю, она стоила достаточно дорого. Сумасшедшим. Дорого? Ну да, она говорит на всякие штуки. Я думаю, тысячу-полторы. А, часа! Сколько стоил? Мне сказали. Они говорят, что... Да, это очень интересно. Это очень важно. Это самое интересное. В прошлый раз, по-моему, говорили цену вещей. А вот раз не говорят, жаль. Я очень люблю смотреть всякие стоимости. Ну, знаете, вот за это в детстве можно было продать душу. О, жесть. Часы, рация, прикинь. Часы, рация, компас. Секретная капсу... Вообще. Оп, это звучит угрожающе. Фонарик и даже есть лупа. Понял? Секретные капсулы, фонарик и лупа. Без скидки 3500 рублей. Для мальчика. Ну ладно. Девочкам ход воспрещён. Всё. Светохаки. Никаких, никаких никаких. Волки-толки, ботерейд-оперейд-оперейд. Ты смотри. Ну смотри, ну просто целые. Там еще две штуки сразу. Да, для себя, для друга. Вау, 1200 класс. 1400. Ну, сейчас две. Не, ну это, может, хорошо. Надо, чтобы она работала. Эти работы-то очень классно. Фу, ни хрена. Раньше поджарилась просто. Воняя. Ну ладно, выметриться. Ну шо, лох? Ха-ха-ха. Эти работают, это класс. Набрать... Стой из своих денег. Давай. Компус сейчас вот постучим. А ты иди в другие комнаты. Ты надо постучи. Она не работает, ни хрена. Вот я стучу. Смотри, а компус не работает. Что изменится? Слэп, слэп. А у меня работает, у меня север, все время там. Ну-ка, щас покручусь. Ну-ка. А вы проверьте на картах, реально там север? А зачем устучать? Мне показалось. Ха-ха-ха. Сойду спа-тарай. Местился до кровных, медленносток. А сейчас где находишься? Прием. Я нахожусь. Пожалуйста, ответь. Он пропал. Где-где-где, пожалуйста. Прием. Ветер северный, ветер северный. Прием, прием. 10 метров и 2 стены. Ну, вообще-то нам производитель обещал 150 метров. Слушай, знаешь… 10 метров и 2 стенки всего лишь. Это из-за стенок 10 метров, да? И 2 стены. Оно на ровной поверхности может быть 100 будет. Ты думаешь? Ты думаешь получится? Но стены сильно глушат, да. Ну, сильно-сильно. Но… Ну, это маловато, конечно. Ну, это легкое разочарование. Ну, это, конечно. Очень сильное. Вдруг уже есть за стенки. Я смотрю, так уже порадовался, уже так представил, как это офигенно. Когда я был ребенком, мы разбивались на компании, надо было звать одних ребят с района, как бы, к себе. Они далеко уезжали. Ну, еще, знаешь, велосипеды были, далеко разъезжались. Так вот, у меня была гильза, потому что тогда стреляли во дворах постоянно. И я собирал с ребятами эти гильзы. Но. И если мне думать, не будет province очень громкие... Интересное детство! Ууу… УуИ. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ О чём тут эта история, скажи мне, пожалуйста. А потому что в какой-то момент мне купили рации вот эти пластмассовые, когда в детстве были, и они вообще не ввали. А мы подходили к подъезду и кричали Маша, Маша Тут 3,5 тысячи Гораздо удобнее А тут 3,5 тысячи Не работающий компас Нет, 3,5 тысячи без скидки Но за скидкой они купили за 1400 Первая цена, она же не существующая Это же Вайлд Борис нарисовал ее Что ты скажешь? Это фонарик А, где я? За 3,5 тысячи можно купить 2 маленьких Ненужных Телефончика Кнопочник Разговаривать по телефончику Так это же часы Еще из компаса Часы есть Да, но вот так ты не сделаешь Алло, да Энциклопедия, как стать блогером 187 рублей Это дешево Что-то, вот от чего я удивляюсь каждый раз Но я смотрю, думаю Придется сыграть удивление Да нечего играть Это что, брат, блядь? Эту книгу написал в мариатуре профессор НП Матвеев Профессор, академик Райен Академик международной Нифига себе Посмотри на его лицо Типичный блогер Знает, как стать блогером Посмотри, чувак в шапочке Причем как блогером для девочек Для пяти, понимаешь? Сейчас я напишу Там сядет клопедия по толщине На две странички как будто Знаешь, разворачиваешь Там написано просто большое слово Никак И до свидания Или там товарищ Раскрывается Ага, надейся За 200 рублей Автомобилем можешь стать Соответствует в ГОС И в ГОС И в ГОСу соответствует, дорогие друзья И рекомендовано академикам Матвеев А почему как стать блогером? Кстати, только для девочек Почему часы только для мальчиков? А как блогеров, так только для девочек А может мальчику тоже стать блогером? Мало что хочешь А девочке тоже хочет часы крутые Райен Можно ли стать популярным в ТикТок? Давай выберем тему, которая нас интересует Вопросы для экзамена давай сразу Давай про рекламодатель Есть что-нибудь самое важное? Есть рекламодатель Сейчас очень больной немножечко Где найти рекламодатель? Как стать популярным в инстраграмме? Правильно, цензура Если твоя единственная цель Сеть-то запрещена То это провал Блогер должен приносить радость И быть настоящим И голодным Общайся, улыбайся Как художник У нас книжка с прогревом Just do it Блогинг плюсы Это удовольствие и работа в одном Столько времени работает Слушай, ага, на фоне Начальник Саморазвитие, постоянное изучение Ты стоишь для сверстников примером Минусы Могут появиться Недоброжелатели Вот это плохо Хейтеры Это тоже, да Сделай похожий снимок А текст перефразируй Искусство плагиата просто Нормально Перефразируй И добавь в него что-нибудь свое Так тебя не будут обвинять в плагиате И не засудят Задание Назови свои личностные качества Какой это человек? Хороший Класс Веселый Вкусный Вкусный Читателям, которые пишут хорош Будет приятно получить от любимого блогера благодарность Спасибо А кому говори спасибо? Спасибо Подписчикам на Бусти На Бусти, конечно же Подписывайтесь на Бусти Всем спасибо А у тебя бы хоть что-то клевое на Бусти? Скажи спасибо мне, пожалуйста Даня, спасибо тебе Спасибо, Егор Все Моделирование комментариев Они учат быть хейтером? Я не могу Как отвечать хейтерам? Да Ребята Просто надо Моделировать комментарии Моделирование В инсталлокламе Так для детей написано И не нужны занятия Они сразу такие сделали Адаптация Не волнуйтесь Все хорошо Держите себя под контролем Добавьте его в бан И все Просто забань его Если попадешь в неловкую ситуацию Обратись к родителям Они помогут Забанить? Да Мама, забань Мама, забань моего хейтера Петуха Затычка на все проблемы его по жизни Ответь на вопрос Егор, тебе вопрос Как бороться с хейтерами? Вот он тебе плохое настроение А ты ему хорошая А он тебе говорит Ты дурак А ты ему Ха-ха-ха-ха-ха-ха А в душе плачешь В душе На тебе Позитивом придавил Прижал, так сказать И шлифанул банчиком Путешествие Это все Новые места Как источник Источник Да, источник Однодневная поездка с родителями Они даже не старались Только с родителями И однодневная, Игорь Не две Соседний город Или поход с друзьями В новое место В твоем городе Это всегда появление Не только новых знакомств Но эмоций Я, значит, в воскресенье С родителями ездил в Одинцово Так Новые эмоции Никакого вдохновения Никакого праздника Никакого Чем отличается Хейтер от критика Критику Он Его бить нельзя Георгий Павлович В чем особенность Оформление своей ленты В стиле рамок Ты как Начинаешь выглядеть Оформление своей ленты В стиле рамок Это что там По инстаграму Ты как умер Сергей Блогер Что это за вопрос Для экзамена Мне какой-то правильный ответ Ответишь Не понимаю Георгий Павлович Как ты думаешь Что такое зона комфорта Зона комфорта Я вот из нее сюда приехал Сейчас Ломать Я тебя понял Георгий Павлович Я тебе вручаю О, диплом Даже в конце Диплом О успешном Изучении темы Как стать блогером Слушай, шикарно Вырезал, повесил Сказал, что Ходил в блогерскую академию Писал сам Н.П. Матвеев Рекомендованный академиком Райан Матвеевым Пожалуйста Поаплодируй Данин, поаплодируй Пожалуйста Спасибо Я учился ради этого Целых 5 минут Фотоаппарат С фото-ридео-играми Флеш-карта На 10 тысяч Фото в подарок И скидки 5500 рублей Да не говорите про скидки Они не существующие Это выдуманная цена Это как на Алиэкспрессе На самих маркетплейсах Да Потому что они там Скидку пишут Это фигня Это когда там Допустим от этой цены Ты ее там не знаю Скриншотишь Потом ждешь распродаж А потом открываешь И смотришь Какая там цена И она будет больше Чем вот эта цена Потому что они написали Что она стоила 10 тысяч От скидка И будет стоить Там я не знаю 1700 От этого стоила 1400 С такой типа скидкой Обычной Итак Георгий Павлович Да Вот смотри Вот так вот На веревочке Опа Вот такая вот На шею надо Чтобы не потерять Китан Америка Следите за нами Пленочка Вау Это же сенсорная Это сенсорный кранчик Так ну да Начнем с фото наверх Ладно Давай фото Но все-таки Офигеть Куда ты же мякаешься Да не пять половинок Тысячные скупили Это облачская цена Что такое Лох Давай на пимпочку там Какую бимпочку Тут четыре пимпочки Так Ну все На память Ребят фоткай Ооо Слушай Дровально качи Слушай нормально У меня такое У меня на телефоне Еще и рамочки У меня тоже В кнопочных телефонах Были такие же Рамочки Точно Я помню Я помню Я помню Кнопочных Типа рамочки Всякие страшненькие Такие классные Нет слушай Прикольная игрушка За 1400 Он выглядит как камера На кнопочном телефоне Нет я скажу это прикольно Как камера на кнопочном телефоне Только в прикольном фотоаппаратике Да Ты бы хотел такое в детстве Да Еще с такой красочной Да еще я бы посрался Это еще класс От радости Лучше чем Типа и рация Да Работает хотя бы Потому что Да Такой И сфоткой на пляже Сфотка типа на пляже Да Ооо 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 И такие же стикеры были Да Это я как будто снимаю гифку Тут видео можно снимать Это все плавает Ну может экранчик Его вот так вот Ролик до конца Покажи в начале видео динамичную нарезку Самых эмоциональных, полезных, неожиданных моментов Давай, эмоционируй Это видео? Да, это еще есть видео Так еще и видео Вадим, я сейчас Это вообще космос Это космос Когда у детей в 4-5 лет есть смартфоны с камерой Фотик уже теряет такую свою функцию Я понимаю, но Ты понимаешь, что он делал Когда-то это было бы круто 2009-2007 года 2000-2007 Нет, там были черно-белые еще телефоны Закачать им патришки и слушать Патришки даже Дорогие друзья Игра Камера Это просто смайлик с прыщом. Прыщавый смайлик. Грудь мяука за тысячу рублей. Антистресс со скидкой. Это сыска. Прям банки. А ты не видел, как носки продаются? Носки есть такие. И тут тоже, видимо, такой прикол упаковки. А я видела носки с таким банком. Это прям бумага. Ух. Она без мордашки будет. Ремонтом. Она пахнет ремонтом для моделей. Не надо, не надо. Так там нету мордашки. Так эта штука, которая как... Антистресс. Я хочу, чтобы она взорвалась в лицо. Блин, натуре, когда захочешь квартиру с ремонтом. Вот прям вот. Побелка, побелочка, вот свежий стен. Все такое свежее, так пахнет. Алиэкспресс. Стоимостью 1000 рублей. Ого. Ого. Сколько она стоила? Не, дорого. Дорого. Там была явно скидка. А скидки в случае? Нет. Классический тетрис. Выбор покупателей. Итак, вот такая у нас есть замечательная. Классический тетрис не в такой. Он должен быть вытянутый такой. Нет? Это прям PSP. Да. PSP тетрис. Кнопка нажимается. Кнопка нажимается. Почему это 300 рублей? То есть по такой логике резиновая оси Сиундра стоит 1000, а тетрис вот эта стоит сколько? Сказали 300 рублей? Да. То есть тетрис... Мне кажется, Сиундра там стоила рублей 100. Дохода там плаката скидка сумасшедшая. Они взяли бескидочную цену, да. Они снова там посмотрели чемпусуно. На все подряд. Я, кажется, вот так сломать можно. И вот это вот, да. Подожди, еще не поиграли. Это все ломает. Это все ложь, вранье и все это. Они нарисовали экран. Сделали меньше экран. Чтобы не было так обидно. Ну ты смотри, вот если вот так вот глобально, вот может показаться, что вроде играешь во что-то серьезное. Нет, ни хера. Ни хера. Ты попал. Убей ее, пожалуйста. Так оно работает? Да подожди, включи сначала, а кого бей. Спасибо. Я даже не напрямся. Тебя бы включили, посмотреть. Где мы посмотрели? Даааа. Она, может, и работает. Микропарашютист ХИП 2022 года. Ой, это жестко. Течетая ткань. Крепный крепление, эйбс-пластик и прочная нейлоновая ткань. Ну вот смотрите, парашютист, видно? Ага. Качественный парашютист. Да что, все, отпускать? Чуть-чуть замедляется. Он чуть-чуть спарил. Работает. А я думала, что микропарашюти для микроребенка. Типа он должен надевать, из кресла прыгать и потом парить. Я тоже подумала, знаешь, он подумал, что может быть другой. Мне кажется, когда часть детей может подумать, что раз он держит маленького парашютиста, прикрепляет себя, выбираю этаж. Это жестко. Браво! Молодец! У-у-у-у-у-у! Надо было сделать так, деп! Смотри, расправьте парашют, начните складывать, плотно собери парашютист, готов к броску в небо. Поднимание! Все готовы к полету? Ну так, в конце. Нас 700 рублей опять, я считаю, перебор, но рублей 300, по-моему, неплохо. Да за что, за что? Вот я в натуре говорю, если вы живете реально в Москве, то это будет эффективно две минуты, да? Из трусов шили мамкиных Я в одиннадцать догадался вот об этой теме с парашютом, что дырка должна быть в пакетике Делал маленькую дырочку и день за днем кидал со второго, со своего второго этажа Второй этаж, это не очень весело, и потом еще бежишь вниз, я кидал За пакетом Танцующий Хаги-Ваги на Виктор О, это я, это я видела такую игрушку, это я такую видела А ты знаешь, как есть танцующий кактус в горшке? Просто берем танцующий кактус, обтягиваю его Хаги-Ваги и почему-то с ресничками от этой, как ее там, мисси-киси Да, и запускаю Танцует и поет, светится, повторяет фразы, заряжается от юсби, плюс русские хиты Ооо Нет, девятьсот десять Нет, девятьсот десять Я хочу рассказать о культе Хаги-Ваги Не могу А я тоже не могу, но он есть Я ехал в электричке недавно, заходит бабушка, вот торгующая товарами и такая У нас куклы Хаги-Ваги, значит игра, и она начала рассказывать, ты понял, она не просто сказала Хаги-Ваги и пошла по вагонам Она такая, есть в наличии игрочки? Есть в наличии Хаги-Ваги, игра к нам пришла из тиктока, значит, есть мама, вупси-дупси, есть сестра, вупси-дуди Да, типа того, ты понимаешь, там, короче, бабушка шарила за лор, понимаешь, там конкретно рассказала Небось прошла ее, может, постримила А ты знал, что, оказывается, если Хаги-Ваги разного цвета, то это у них совершенно другие разные имена То есть желтый Хаги-Ваги, это уже не Хаги-Ваги, у него уже отдельное имя, оказывается Откуда взяли? Там есть Килли Вилли, это который черный с многими глазками, по-моему, есть Радужный У него там тоже отдельное имя у желтого, у зеленого По-моему, такого в игре не было По-моему, это кто-то уже придумывает в каких-то там отдельных роликах и анимациях Подождите, это же не канон Она минут пять прям всех пересекает Кисси-мисси, ты что? Я сижу, слушаю, и такой, вау, она прям шарит Это заслужит уважения, на самом деле Да, я сижу, и... В честь этого, у нас есть... Конечно, что бизнес-шоу, надо шарить Да, стекла, вау, вау Включить Давай я включу, да? Везде клей торчит не очень красиво Ну да, я включаю Ладно, чтобы работало, давай Поехали Что? Ага Дети за Олдер и паста А, повторяет Да Рейк Гвандэ-щер О, махо Я отожаю Хочу, боже Хочу Ту-у-у Мышечка Рейк Не, нормально 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 Это пугает С натурой гипнотической А прикинь, если батарейка сломается, спит такой малой У него стоит и дождь просыпается, и он такой начинает танцевать и говорит, я щас тебе втащу, знаешь Еще сломает до конца Это какой-то азбукой морды нам что-то хотят сказать? Господи Она задает назад, что ли? Да, думал, сейчас риф О, русские хиты Русские хиты То, что, не знаю, во всех ресторанах на свадьбах Отсаси, саси, саси На-на-на-на-на-на В смысле? А в Аргельштейн есть? Ха-ха-ха Есть человек, который... Вот, да, вот детям вот это Вот это? Это русский хит? Нормально Эй-эй-эй Водка 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 Это зажигает Да Это странно, мы смотрим, что Хаги-Ваги танцует Отстань, я ее там возьму 900 рублей, не надо 900 рублей, это нормально Самый большой набор Не сломали Тут все А еще подарок Слаймов Слаймов Такая шнельная спружинка Да Водимол Вьетнамские Спокойно Оно Супер хит набор слайма Дарим, Pop портрет Не сказали Не все сказали Вау Много Здесь В наборе Я положил тебе подарок ты смог найти его Если тебе все понравилось Оставь себе потому что Наставщик. Нет, или комплектовщик. На складе. Вот он подарок. Мне поп-ит. Я твоя пуповина. Поп-тюбец. Смотри, как мы это. То есть это просто из канализации вытащили гофру. Подожди, это какое-то... У меня такое ощущение, что в детстве у меня какая-то штука такая похожая была. И причем она была не из игрушек, а как будто у кого-то сперла гофру какую-то у деда с ремонта. И то, что сидела, растягивала и стягивала. А чего похожая гофра? Для того, чтобы запоры вот эти вот стронять. Какие запоры? Засоры. Засоры в ванне. А, ну да, только она маленькая резиновая такая вот, маленькая гофра. Похоже, да. Все, понятно, я понял. Слаймовые. Смотри, вот так. Что-то в хайпу. Вот! Охранник из игры в кальмара. И что теперь это... Знаешь, когда я... И внутрь кладешь игрушечку. И со слаймами, я думал, я не окажусь по ту сторону экрана. Ты оказался. Жмейкает, пукает. Вон она. Я взрослый пёс. Насрадьте сюда. Вот, на держи их, пожалуйста. Пожалуйста, вот мы сюда насыпем. А, чтобы еще шарики приятно прилипали. Смешное, пожалуйста, для просмотров. Мне по учебнику надо. Ай! Смотрите, зрители, как-то как-то. Нормально, тебе же весело. Это, конечно, не киномыло по кубрику. Но тоже ничего. Я когда себе лизуна покупал, мне тетя придумала шутку, мочила ее до конца жизни. Я теперь еще жива. Купила шутку сопли за 30 рублей. Пау! Пау! За 4000 рублей. Но, только красиво. Но без скидки. Упакованная с этим поп-папубером. Сколько, скажете, со скидкой? Не говорят. Кальмар амангасик. Вот. Значит, какие-то бейджики. Блесточки. Ты посмотри. Ты сары. Смотри, сколько блесточек. Ты сары, какой набор. Смотри. И в баночках. Шикарно. И хуяночках. Ну все как хочешь вообще. Давай сделаем мега слайм. О, навалил, навалил, навалил жижки. Опа. Бороды дотронулся. Ааа! Ааа! И твоё. Знаешь, лизуны не так романтизировались, как слаймы, типа, понимаешь? Они не романтизировались, потому что не было тиктока, где можно было лизуны захайпить. Вадим только сделал грустное лицо. Он просто собирается чихнуть. Давай, я тебе верю. Сейчас лизуну выпущу. Ой, не надо. Не сбило. Сбило меня. Сейчас я тебе скажу. Их сжимают, тянут, надувают, смешивают. То же самое. Как надувать? Безопасно вообще для губок? Своих вот сладких. Смешивали, конечно. Конечно, смешивали. Просто маркетологи подумали, что нужно еще с этим сделать, чтобы хоть как-то... Как будто в конце мы что-то поможем. Все что угодно добавляешь за игрушки, шарики, блестки. Ну что, по заветам производителя. Четыре-пятьсот. То есть сотри, можно даже... Это суть того, что можно суть все просто. Да-да-да-да. Идите такие, ого, гениально. Блин, хреново, что при... Ооо, цвет такой себе. Цвет страны говно. Похоже на говно единорога. Знаешь, что? Какой-то сопли здоровенный, очень мерзкий. Что еще мы сюда можем добавить? Зато большой смайл. Слайм. Соркнуть можем? Это уже не испортит. И покнуть. И пока. Мистер Уайт, такая классная штука. Товар не употреблять. Ооо, кайф. Сразу смотри, как добавила блеска. Меня не окружает Кринж. Я и есть Кринж. То есть я сейчас реально могу это самое, для кликбейта написать мега-слайм. Те, кто пришли на байт. Вот. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Вот это хотели. Нравится, да? Ля-ля-ля. Похоже на какой-то блестящий шарфик. Готов. Как будто тесто какое-то грязное. Цвет тоже такой себе. Все, Егор, на, держи за шиворот. Дорогие друзья. Серега. Похоже на огромную-огромную соплю. Криндель с гавой. Ооо. Реально как будто идти на рог, дреснул. Я теперь не могу. Покажи, волосатым детям играть нельзя. Ха-ха-ха-ха. Иды, иды, иды. Я более уверена, что кто-то из детей догадался себе на волосы намазать масочку целебную слайма, а потом немножко со скальпом снимали. Ха-ха-ха. Юра Павлович, ты у нас как некрасивые волосы. Ха-ха-ха. Брустящие. Ну, Фэйна мне нужна, скажи мне. Да, есть мусор сюда просто. Сбрось. Быть в слайме. Тетрис сюда, вот. Эээ. Зумеры, вы, ну. Ну вы достаточно вам. Айпад засуньте, и там можно, раз, надоело, расчистил немножко. Поиграл, обратно. Завернул. Обрат. И мнешь себе сидишь такой, ох, вот бы вышло. В смысле мнешь, а где ваша сисюндра игрушечная? Посмотрите, они все выкинули, но сисюндры нет. Да, оставили себе. Сисюндра зашла. Ха-ха-ха. Я думал в детстве, честно, что вот это явление как лизун, оно исчезнет, потому что ну бред. Исчезло, вернулся, реинкарнировал. Все новое, хорошо забыл. Да, они просто по-новому назвали. В новой оболочке смысл и интересности больше не стало. Кстати, почему лизун, это лизун. В моих волосах, которые буду выдирать очень долго. И уже не надо лизать. Туалет с какашкой брызгается молодой, веселитесь с друзьями и семьей. Очень реалистично. Я уж не могу. Надо такой маленький. Что тут опять? Ооо. Большое? Подожди, только отдельно какашка? А туалет? Нет. Вон у них сисюндра и вон маленький туалет. Подожди, как такая большая какашка влезет в такой маленький туалет? Ты только что сделал? Заликвидировался. Кто-то нассал туда? Очевидно. Подожди. Очень реалистично. Туалет маленький, а кашка большая? Немножечко в коробке. Очень реалистично. Ооо. Кстати, реально могли нассать. Вот они сейчас вот прикалываются, что немножко обоссана. Ну да. А вообще-то да. Я недавно смотрела выпуск про то, как там на Вайлберрис работают, особенно на складе. И они туда реально срут в коробке. И ссут в коробке, и блюют в коробке. И поэтому, кстати, и зря он так безопасно руками трогает. Я советую потом ручки-то помыть. Ух ты! Собственно, в чём суть игрушки? Знаешь, почему кто ещё мог нассать? Они увидели игрушку. Да. Туалет брызгает водой. Блин, туалет. Нет, типа прикол нассать и в друга побрызгать. Так что на самом деле могла быть коробка обоссанная. Ну серьёзно. Потому что он просто сам поливается, видишь? Льёт. Вот, видишь? Как будто внутри кто-то писал. Ха-ха-ха. Поэтому мокрый. Ты уже надумала там себе. Не-нет. Я не надумала. Подожди, а как какашку-то заберут? Она ездит твоя, какашка ездит. А почему она ездит? Катается. А чего? Это в ролике? Вот это. Ха-ха! А, у неё ролик, да, доездит. Я сразу обратил внимание. А, маленькая. Вон она ротик открывает. Серая, я что-то не понимаю. Ну что, поел такая какашка, господи. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошая ротик. Чё? Может это даже сегодня наш хайлайт сегодня? Ну да, прикольно. Открываешь, смотришь на глаза тебе. Две. Нормально. Стой, столько денег. Во, да, езучая. О, сумасшедшая. Еще один хит 2022. Нейроспиннер. Нейросети. Вот это вот всё. Что делает? Походу такая верёвочка такая, что-то летит вот так вот крутится где-то. К чужого посуём. Она поломана, кстати. Отчего она так жужжит? Смотри. Ооо. Вау. А нет, работает. Глянь, да? Аааа. Ничего себе. Вот сюда. Мне не нравится. Я считаю, что классика лучше. Не, прикольно. Не прикольно. Он не компактный. Вот это компактно. Не, прикольно. Это компактно. А это здоровая хрень. И что ты с ней будешь делать? Это будущее. Вау. Прикольно. В чём смысл? В чём смысл? Помните, Йоё были? Там надо было хоть чуть-чуть руками двигать, чтобы хоть что-то произошло. В общем, себя все батарейки делают. Помните? Там вокруг них девки стояли и это чебу пили вот так, а я ещё звёздочку вам сделаю, а тут смотрю. У меня Бравл Старс, девятнадцать героев. Я всех победил. Я этому миру уже сообщил всё, что хотел. Дорогие друзья, Юрий Павлович, как вы? Вот вы смотрите на эти игрушки, особенно вот на эту. Какой вердикт вы можете ей сказать? Парень сломал. Минус глазик. На студии, наигравшись в игрушки, выносит вердикт. Дорогие друзья, что мне хочется сказать? Прикольно, глянь. Работы. Они-то натянули. Немножечко. Нет, она сама вверх. Сделать огромные поисковые работы на том же Алиэкспрессе. Вы найдёте эту хрень гораздо дешевле. Ну, может быть, да. Это главная мораль этого выпуска. Кстати, вроде как в России Алиэкспресс достаточно быстро доставляет. Может, буквально за неделю, за две, некоторым ещё быстрее. Нам доставлял два месяца. Ну, так мы же в Беларуси живём. Господи, у нас потом два по три месяца доставка. Очень далеко от России. Очень далеко от России. От Москвы очень далеко. Очень далеко. Но почему-то всё сразу такие. О, не, Беларусь. Мы сразу два-три месяца. Нет, слушай. Когда мы доставляли, мы когда отслеживали товар, знаешь, как он летел? Вот так. Потом в Россию. Потом в Америку. Потом в Америку. Потом в Африку. А потом в Африку. А потом ещё на таможне полгода лежит. Хотел сказать, не покупайте хрень вашим детям. Особенно, где у ушлых продавцов очень плохо с совестью. И они приумножают цену и заламывают такие сумасшедшие цены. Да они потом тебе напишут скидку. И вы просто обманываете себя и своих детей. Хорошо. Я бы добавил, что если ребёнок говорит, хочу, вот хочу вот эту хрень. Если он заслуживает, если педагогический процесс пройден, если ребёнок хорошо там, ну, условно, учится, он впитывает то, что нужно. И он заслуживает. Это груз. Прикинь, ты целый год учишься хорошо, а потом тебе покупают этого стрёмного кота, который пуляет штуку. Я хочу айфон. Я хотел айфон. Я такой, ну ты же когда-то проходил у меня киоск и сказал, что эта штука тебе тоже нравится. Ну и поэтому я решила тебе это купить, зачем тебе айфон. Это же гораздо лучше, посмотри. Поощрение в качестве какой-нибудь игрушки. Да запросто, да господи, да хоть и... Если ребёнок увлекается кавкой, например, да? Почему по никому не послали? Да, купи его как-нибудь, Томик. А, да-да-да. А если заваливать ребёнка... Вот этой хренью. Ля-ля-ля, ля-ля, всё, закрой свой рот, я тебя слышать не хочу. Небо голубой, потому что я в дом. Вот такие родители, они заслуживают вот места на этом столе. Собственно, спасибо за выпуск. Нам спасибо. Давайте поаплодируем за этот увлекательный... И запуталась. Ну, конечно, всё. Спасибо за внимание. Что тебе больше всего понравилось из игрушек ниже привезённых? Давай. Каким тебя было шанс? Я знаю, фотик тебе больше всего понравился. Я сказал, что он кайфовод. 400? Я не понимаю, кстати, почему они говорят вот эту высокую цену зачеркнутую, потому что они с ней покупали за это цены? Не покупали. Да, они как будто им продали. А знаете, всем постолька новый блогер вам по зачеркнутой цене. Нет, я тебе объясню. Во-первых, потому что психологически думаешь, блин, ну, изначально она столько стоила, значит, изначальная цена, она была всегда всю жизнь, все 300 миллионов лет, а мне такая классная скидка попалась, поэтому на самом деле цена такая, раз. Вот, а во-вторых, это же знаешь, как выглядит фотик за 5 тысяч, или фотик за тысячу, ну, 5 тысяч же звучит хайповее. Да, можно было в принципе, наверное, написать там 50 тысяч. Такой, о-о-о, 50 тысяч! И скидка 90 процентов. И только сейчас по 1400, это же единственный шанс его купить! Скидка там 99 процентов, да-да-да, типа такого что-нибудь. Мне понравилось, что... А подожди, а Хаги-Ваги как же танцующий? Не, Хаги-Ваги тоже хорош. Он нормальный был. Да, нормально. Он повторяет, он поет очень современные хиты российские. Ты меня бум-бум-бум, я тебя бум-бум-бум. Вот, да, а какая самая твой вкус бесполезная получилась. Бесполезная? Да. Слизь, наверное. Слаймы? Да. Мы вообще все любители слаймов, я захейте. А они какие-то слабые. Ну, что? Если слаймы хорошие, а это какие-то вообще... Они как тесто распадалось. Они потому что слишком много смешали. Надо было микрослаймы сделать игрушечку, понимаешь? Вот так вот. А по-моему, самая топовая, это Сичундра. Мне кажется, с нами тоже больше всем понравилось. Ну, если бы не дорогая была. Подожди. Это просто как антистресс. А ну да, что-то за тысячу это вообще дохребен. Еще за одну. Ладно, по комплекту из двух бы шел. А тут, слушаешь, одну какую-то. Где вторая? Я вообще не поняла. Это что такое? Симметрия. Рука одна будет качаться, двое нет. Да, да. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм... Сложный выбор. Хм... Сложный выбор.